Да, коллеги, действительно, вакцинация животных это особенно важное мероприятие, тем более, что в последнее время участились случаи заражения бешенством диких животных. Совсем недавно произошло это в Евпатории, нашли бешеную лису, и обсудим это сегодня с Ниной Александровой, исполняющей обязанности руководителей Евпаторийского ветеринарного центра. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как это произошло, как нашли дикое животное? 17 января этого года поступил звонок на горячую линию от гражданки Светланы о том, что найден труп лисы. Незамедлительно по адресу ПГТ Мирная на улице Сырникова было направлено звено ветеринарной разведки. Была обнаружена лиса, труп лисы. Проведены мероприятия по дезинфекции и отправлен в региональную государственную ветеринарную лабораторию для проведения исследований. Результаты исследований проб показали о том, что имеет место характерное свечение для бешенства. Поэтому незамедлительно проводились также мероприятия, касающиеся ликвидации и локализации этого эпизоотически опасного очага. Был объявлен карантин указом главы Республики Крым. В соответствии с этим были разработаны мероприятия, и согласно этих мероприятий участвовали многие структуры и на сегодняшний день продолжают свое участие. Была провакцинирована сплошная вакцинация проведена в ПГТ Мирная, проведена широкомасштабная работа с населением по признакам этого заболевания, по ликвидации угрозы и по профилактическим мероприятиям по борьбе с этим заболеванием. По подворьям, по квартирам проходили наши сотрудники и вакцинировали животных. Очень активно принимали участие волонтеры, потому что вакцинацией были подвержены не только животные, принадлежащие владельцам, но и безнадзорные, находящиеся в эпизоотически опасном очаге. Будем так говорить, что вакцинация проводится не только в ПГТ Мирная, но и на территории городского округа и в Патуре, и здесь. То есть она проводится в плане мероприятий противоэпизоотических ежегодно и постоянно. То есть это бесплатная вакцинация? Да, она проводится бесплатно, потому что за счет федерального бюджета выделяется вакцина. Ну, шприцы покупаем мы. И тем не менее, необходимо широкое оповещение населения, потому что активная оппозиция каждого человека приносит большую пользу для того, чтобы не допустить угрозу данного заболевания на территории города Евпатория. Расскажите, как часто обнаруживают и в Евпатории, в принципе, на территории всей республики бешеных животных, и кто это чаще, дикие животные или все-таки домашние тоже бывают? Сказать такие данные статистики мне сложно, потому что я ими не располагаю. Но логически, я думаю, в городах менее, допустим, возникает возможность распространения. Единственное, что характерные признаки данного заболевания могут говорить о том, что подвержены и в городе, и в городской черте этому заболеванию животные и человек могут. Потому что характерный признак – это агрессия и отсутствие боязни человека у диких животных позволяет им приближаться к населенному пункту и даже проникать в населенный пункт. Поэтому вот и произошел такой случай в ПГТ «Мирное». Он аналогичен данной ситуации. Расскажите, насколько опасно выпускать животных, погулять, допустим, без поводка, или даже на поводке можно там отвернуться, как, в принципе, передается заболевание? Заболевание передается восприимчиво к нему, будем говорить. Теплокровное – это человек и животное. Оно передается путем укуса либо ослюнения поверхности, поврежденной кожи. И тогда уже человек или животное заболевает. В принципе, надо просто избегать контактов. Если человек увидел, что его животное контактирует с животным, которое заболело бешенством, то он должен в течение 24-х сообщить в Государственную ветеринарную службу об этом случае. Если в присутствии владельца либо он узнал, что его животное покусало человека, он должен этому человеку обязательно сообщить сведения о своем местонахождении животное, отвезти на обследование ветеринарным врачам. Существуют санитарные правила, которые предусматривают административную ответственность и для владельцев животных и собак. Но во избежание административного правонарушения все-таки важнее, я так думаю, здоровья человека. И поэтому необходима профилактика от данного заболевания, которое выражается как раз в предоставлении своих животных вакцинации ежегодной. Мы надеемся, что все жители Евпатории и все республики обязательно прислушаются к этим советам и приведут своих животных в ветеринарные клиники на обязательную ежегодную, я напомню, вакцинацию. А на этом время нашего эфира заканчивается. Коллеги, я передаю слово вам. Продолжение следует...